Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и с вами у нас снова видео на проекте Амазин Холипплей. Сегодня второе видео в этом году, поэтому давайте покажите это видео очень хорошую активность. Давайте наберем минимум 200 лайков, потому что видео реально будет очень интересное. Сегодня я вам расскажу, что лучше купить у Деда Мороза, получается, в мешке, то есть какие призы купить лучше на ивенте. Сегодня я это все расскажу, покажу, поэтому ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Также не забывайте введите в промокод, пишите мм, потом указать друга ютубера и пишите ему промокод Кирилл Гейм, за который вы получите 150 тысяч на 10 уровне. Поэтому, кто только начинает играть, либо новичок, можете вводить в промокод и получить за это деньги. Итак, сейчас мы поедем на ивент, потому что именно сегодня наконец-то добавили цены, которые мы все ждали, потому что непонятно было, что, сколько будет стоить. И сейчас уже все карты раскрыты. И сейчас я вам это все покажу, выскажу свое мнение насчет этого. Сколько все стоит и скажу, что лучше всего покупать, ну, чтобы это было хотя бы более-менее выгодно. Ну, скорее всего, самая выгодная вещь будет, это продавать снежки. Для тех, кто хочет себе что-то купить на память про ивент, то я вам, в принципе, расскажу, что лучше всего покупать. Смотрите видео от начала до конца. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Кстати, я забыл вам сказать самое важное, то, что сегодня в примерно 20.00 по МСК будет ночной стрим, на котором мы будем фармить снежки, будем ходить на ВЧ, дальнобойщики. Короче, все будет красиво, поэтому примерно в 20.00 по МСК всех буду ждать на стриме. Стрим будет примерно до 3-4 утра, поэтому кто как бы любитель поиграть, любит стримы ночные, то всех буду ждать на стриме сегодня примерно 20.00 по МСК. Повторяю еще раз, и здесь есть несколько способов вообще зарабатывать эти снежки. Есть такая тема, как лепить снеговика командой, получается, здесь очень легко можно фармить снежки. Есть также санки, это уже более посложнее темка. Кстати, я санки еще ни разу не прошел, я не знаю почему, но сегодня на стриме я обязательно попробую пройти хотя бы один раз, потому что все говорят то, что это изи, просто я несколько раз пробовал, у меня не получалось, я просто забил на это хрен. Давайте сейчас посмотрим вообще, сколько стоят снежки. Я помню то, что до цен снежки можно было продавать минимум за 2000. Сейчас давайте посмотрим, это изменилось или нет. Так, купить снежки, допустим, нажимаем. Короче, ниже 2000 нельзя ничего сделать, я так понял, да? То есть, снежки минимум можно купить за 2000. Это минимум, то есть, цену ниже через систему никак нельзя поставить. Конечно, можно найти человека, который будет вам возвращать деньги. Допустим, вы будете покупать через систему по 2000 снежки, будет возвращать деньги, и вы будете покупать, например, снежки по 1000. Вот такая вот темка тоже есть. Короче, давайте посмотрим вообще, какие цены на призы. Я уже посчитал, я хотел себе стробоскопы, и стробоскопы оказались очень дорогие. Чтобы купить стробоскопы, и если скупать снежки по 2000, нужно потратить 150 миллионов, понимаете? То есть, 150 миллионов вам нужно потратить, чтобы просто купить стробоскопы. Аудиосистему примерно 140 миллионов. Я не считал, но примерно где-то 140 миллионов стоит аудиосистема, если покупать снежки по 2000 рублей. Напоминаю, если именно покупать по 2000 рублей. Но если покупать даже по 1000, это всё равно дорого. Проще самому фармить эти снежки. Я думаю, за месяц, если на санках хорошо вы ездите, то можно, в принципе, нафармить. Реально, можно нафармить без доната даже. Можно, конечно, снежки ещё и за донат покупать. Одинамазин, 10 снежков. Но мне кажется, это тоже будет очень дорого, если покупать что-то из этого. Я считаю, самое крутое, что здесь есть, и что вы можете себе позволить, это вивка. Вот, вивка на 7 дней, либо на 14 дней. Вот, самая выгодная тема, как бы, 700 снежков, это недорого, как бы, их можно спокойно за час нафармить даже, эти 700 снежков. Вивка, тем более, полезная тема, можно там научить сходить патроны, поворовать. Помного привилегий у вивки, поэтому вивка, я считаю, в этом плане вообще по красоте просто. Также, я бы вам советовал купить дополнительный слот для ТС, потому что его можно купить, по-моему, за 15 миллионов, я считал. Или за 15, или за 18 миллионов, я точно не помню. Короче, как бы, не очень недорого, по сути. Тем более, дополнительный слот, это полезная тема, особенно для меня, потому что я любитель автомобилей, и, как бы, для меня это хорошая тема. Насчёт вот этой всей красоты, вот этот кабриолет уже третий год, понимаете, на этом ивенте. Третий год этот кабриолет уже продаётся на этом ивенте. Он нахрен никому не нужен, потому что их продают по 2, по 3 миллиона. И тратить на него ну, сколько? 30 миллионов на него тратить на ивенте нету никакого смысла вообще. Как они вообще об этом не понимают? Смысл его добавлять за 30 миллионов в ивенте, если его с рук можно купить за 3 миллиона? Смысл они это делать? Я не понимаю. Также BMW M3, E46. 35 миллионов примерно вам придётся за неё отдать, если её можно купить за 12-15 миллионов с рук. Просто, ну, я не понимаю разработчиков, которые это делали, потому что зачем добавлять такие призы, если с рук можно купить намного дешевле? То есть я имею в виду то, что смысла нету в том, что они добавили вот это всё. Вот 7-8-9-10-11-12-е это всё можно купить с рук и намного дешевле, чем на ивенте. Самая эксклюзивная вещь здесь, это вот, получается, Volvo, стробоскопы, ну, типа, аудиосистема, она не эксклюзивная, потому что, ну, их очень много. Аудиосистемы очень много у игроков. А вот именно тягач Volvo, да, это эксклюзив, но вам за этот эксклюзив придётся дать 100 миллионов. Но я считаю, оно того не стоит, потому что эта Volvo, она едет с третьим чипом так же самым, как и Magnum. То есть в ней смысла нету. Но по управлению, по разгону она хуже. Поэтому 100 миллионов тратить на неё нету смысла, проще купить Magnum с третьим чипом уже, с аудиосистемой, с Nitro. А если вы купите Volvo за 100 миллионов, она будет просто стоковая. Без Nitro, без чипа, без аудио, понимаете? И вам придётся в неё ещё вложить там 100 лямов примерно, так же само придётся вложить там, чтобы поставить третий чип, аудио и так далее. То есть, ну, в этом вообще никакого смысла нету. Не, возможно, кто-то очень себе хочет такую машину, то да, он отдаст за неё такие деньги, но я думаю, это вообще нету смысла в этом вообще. Я лично вам советую покупать VIP-ку и слоты для ТС. И всё. Больше вам ничего не советую покупать, потому что оно очень дорого. Проще уже просто самому фармить эти снежки. Я думаю, за месяц, если каждый день фармить там по не знаю, по тысяче снежков, то я думаю, всё в принципе у вас получится. Хотя за день можно спокойно, мне кажется, фармить там около трёх-четырёх тысяч снежков. Понимаете? И за месяц вы спокойно сможете накопить на стробоскопы, на аудиосистему там и так далее. Поэтому покупать, в принципе, смысла нету. Единственное, я так думаю, то что покупать смысла нету. Ну реально. Типа здесь нету ничего такого прям крутого, что можно купить, кроме стробоскопов и аудиосистемы. Но как бы вам придётся неплохо так подзадротить, чтобы это всё приобрести. Также, что я хотел сказать, то что снежки можно заработать ещё другим способом, это проходить квесты. То есть можно проходить Деда Мороза, и можно проходить Гринча. Я начал проходить Деда Мороза, я прошёл только первое задание. Я думаю, на стриме как раз мы будем ещё дальше проходить Деда Мороза, потом будем Гринча проходить. Поэтому ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать стримы. Ну а что я могу сказать, на что я буду копить? Я буду, скорее всего, копить на випку, потому что, ну, 700 снежков это достаточно мало. Зачем донатить, если можно просто купить випку? 70 рублей стоит випка на 7 дней, да? Ну типа, а смысл донатить, если можно просто, как бы, купить это за снежки? Зачем вкладывать деньги в игру, если вы можете спокойно за час накопить эти 700 снежков и купить себе випку? То есть, для тех, кто у кого нету возможности задонатить там на випку, кто не хочет донатить, вы можете просто спокойно фармить снежки и купить себе випку. То есть, самая цена здесь это випка и слоты, я считаю. Всё остальное полная хрень, кроме стробоскопов и аудиосистемы. Но стробоскопы и аудиосистема стоят достаточно много, но это крутая тема, которую я бы хотел себе. Я хотел стробоскопу, но я подумал, лучше, наверное, аудиосистему. И я попробую на неё копить с помощью снежков. Попробую реально накопить. Надеюсь, что у меня это получится. Как бы, вот такое вот получилось видео. Я вам высказал своё мнение, показал всё, как есть. Вот, получается, Санта Клаус. У него можно проходить задания. И за эти задания вам даются снежки. Конечно, даётся немного, но я думаю, если пройти полностью все задания, то вам спокойно хватит на випку. В ютубе уже есть видосы, как полностью проходить эти квесты. И вам будет очень легко это всё проходить, потому что вы будете знать, что, как делать. Поэтому вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok